Уже в следующем году все бюджетники перейдут на карты МИР, национальной платежной системы. Как это будет происходить, всю последнюю информацию узнала наш обозреватель Наиля Аскерзаде. Наиля, так когда и на каких условиях будут переводить бюджетников на карты МИР, потому что спекуляций-то очень много, особенно в интернете. Да, Андрей, Госдума сейчас рассматривает законопроект о переводе всех бюджетных и социальных выплат на эти карты с 1 января 2018 года. Но глава ЦБ Эльвира Набиулина предлагает продлить срок полного перехода до июля 2018, а пенсионеры перейдут на карты МИР постепенно в течение 2-3 лет. Все вот эти безумные возможные очереди, этого, надеемся, удастся избежать, потому что сегодняшние поправки, они учитывают возможность плавного, постепенного перевыпуска этих карт по мере истечения срока действия старой. А те, кто впервые будет обращаться, например, в пенсионный фонд после 1 июля 2017 года, таким пенсионерам сразу эту карту будут предоставлять уже на платежной системе МИР. Поэтому переход будет плавным, естественным, надеемся, что очень беспроблемным. Ну, это хорошо, конечно, если беспроблемным. Ну, вот, например, продолжу, в интернете, особенно всю последнюю неделю, только и обсуждаю, что вот сколько за это заплатят те же пенсионеры, например. Ну, для самих пенсионеров выпуск и обслуживание карт МИР будет бесплатным, и это будет закреплено законодательно. У всех бюджетников также есть право и отказаться от начисления им зарплаты на карту МИР, но в этом случае они смогут получать свои средства только наличными в кассе. Карты, которые будут выпускаться для, прежде всего, для граждан социально незащищенных, для пенсионеров, они будут выпускаться на тех же условиях, на которых банки их выпускают на настоящий момент. Здесь также не должно произойти никакого ухудшения. Также на базе карты МИР сегодня реализованы, например, такие проекты, как транспортная карта в Екатеринбурге, в Владивостоке, студенческие карты во многих городах. В Москве и Санкт-Петербурге развивается проект по переводу социальных карт на эту же платформу. А еще на этой базе будут выпускать продовольственные сертификаты, выдачу которых сейчас обсуждает правительство. А где, Наиля, где на сегодняшний день вообще принимают эти карты? Ну, практически везде, по всей России, 85% платежных терминалов в магазинах, кафе, ресторанах и других сервисных предприятиях уже принимают эти карты. 188 банков присоединились к национальной платежной системе, внедрение идет и в регионах, можно оплачивать покупки, в том числе и в интернете, снимать наличные и проводить другие операции. Сейчас уже целый ряд банков ведут эмиссию бесконтактных карт. Один из банков уже сделал с нами совместно проект по удаленной загрузке приложения в мобильный телефон. Андрей, на сегодня выпущено почти 3 миллиона таких карт, и эта цифра стремительно растет. Мы думаем, что все-таки на конец года эмиссия карт будет исчисляться уже десятками миллионов. Наиля, но за рубежом, например, если взять такую карту, там примут, можно расплатиться? Да, примут, но в других странах наша платежная система работает в рамках партнерских соглашений с японской GCB, китайской UnionPay, а также с MasterCard и American Express. То есть риски сведены к минимуму для того, чтобы не повторить ситуацию марта 2014 года. Тогда международные платежные системы, Visa и MasterCard остановили обслуживание карт нескольких российских банков в торговых точках и банкоматах. Спасибо. О том, как бюджетникам скоро придется переходить, и слава Богу, на нашу платежную систему, карта называется МИР, рассказала наш подзреватель Наиля Аскар-Заде.